В избирательной комиссии Ульяновской области подвели предварительные итоги президентских выборов на территории нашего региона. По итогам обработки 808 протоколов из 940 явка избирателей на выборы составила около 73%. И предварительные итоги по числу голосов, или даже по процентам, по относительному числу голосов, которые получает пока каждый из кандидатов. У кандидатов, который в бюллетене под номером Вадим Дованков, у него 4,8% голосов. У Путина Владимира Владимировича 83,69% голосов. У кандидата Слуцкого 3,69% голосов. И у Харитонова Николая Михайловича 5,84% голосов. Прошедшие президентские выборы стали рекордными для нашего региона. После обработки 87% протоколов можно утверждать, что в Ульяновской области и в городе Ульяновске отмечена рекордно высокая явка избирателей – около 70%. По сравнению с президентскими выборами 2018 года на избирательные участки пришло почти на 10% больше ульяновцев. Этому способствовало несколько факторов. Один из факторов – это то, что большую работу провели участковые комиссии в информировании наших избирателей. Кстати, не только участковые комиссии, не только информировали этот проект. Вам большое спасибо, потому что мы с вами достаточно часто много встречаемся и говорим о выборах, говорим о формах голосования, говорим о способах голосования. Очень большую работу провел Центр избирком, информационную работу и федеральные СМИ. Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин одерживает победу на выборах с большим отрывом от других кандидатов. По словам экспертов, это результат отношения избирателей к его труду и работе в предыдущие годы. Через два часа после закрытия избирательных участков в штабе общественной поддержки Ульяновской области провели брифинг по итогам выборов в регионе. Выборы прошли на очень высоком организационном уровне. У нас работал стационный центр в течение всей выборной кампании. Никаких замечаний, никаких нарушений зафиксировано не было. Мы в реальном режиме времени штабом работали и посещали практически все избирательные участки на территории Ульяновской области. Видели, каким образом организована работа. Голосование на выборах президента России длилось три дня и закончилось 17 марта. В едином порыве избиратели показали, что любят свою страну и заботятся о ее будущем. Эти процессы означают, что нашу страну вперед и дальше будет вести самый лучший в мире президент. Самый сильный в мире президент. И значит мы сохраним свой суверенитет и будем дальше идти вперед единым сильным народом. Генерал-майор запаса и доверенное лицо кандидатов президента Владимира Путина Вадим Орлов подчеркнул, что большую и безоговорочную поддержку ему оказали бойцы 104-й военно-штурмовой дивизии. Сейчас такая обстановка, что я думаю, что и дальше будет как монолит наша нация сплачиваться вокруг нашего верховного командующего. Я желаю ему результативной работы на этой выборной должности. Во время выборов активно работали волонтеры и общественные наблюдатели. На избирательных участках не было ни одного случая нарушений. Голосование прошло в штатном режиме. Штаб, конечно, работал в режиме реального времени. Сюда приходили и блогеры, и сотрудники СМИ. И у нас проводили здесь различные мероприятия. Тоже на достаточно высоком уровне. Поэтому большое всем спасибо. И правильно сказали мои коллеги, коней на переправе не меняют. Нам только осталось засучить рукава и вперед помогать президенту. Явка на выборы по всей России составила более 77%. В голосовании приняли участие более 87 миллионов россиян. Ряд иностранных лидеров дружественных стран уже поздравили Путина с победой. 21 марта Центр избирком подведет официальные итоги выборов президента в России. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.